Всем привет! Вы на канале Сау Банкнота Синкоинс. С вами Василий. Еще одна мега покупка. Я бы сказал, это покупка года. Такой покупки еще не было. Здесь три альбома полнейших, редчайших банкнот. Ну не все, конечно, редкие, но в основном такой средней цены. Но есть очень много таких, что я вам говорю. Это просто капец. Сейчас покупка года из-за того, что, во-первых, стоит, наверное, больше всего полторы тысячи долларов. Примерно обошлось этим мне три альбома. И вот, наконец, я их дождался. Сейчас сделаю такой коротенький обзор. Быстренько пробегусь. Потом разложу, как я считаю нужным, для выставления на продажу. И где-то в декабре выставлю на продажу. Ну, возможно, еще сделаю видео. Может, кто-то купит до аукциона. Возьмем самый худенький альбомчик. Кстати, вот этот удобный альбом. У меня есть такой уже один, только черный. Оставлю этот еще себе. Очень удобный в плане пользования. И листы удобные. Самое главное, вот это крепление. Так, приступим. Здесь у нас Болгария. В принципе, ничего особенного. Только эти две бумажки покажу. Таких еще не видал. Еще в обзоре таких не было. Болгария. 5000 лев. 97-й год. 10000 лев. 96-й год. Здесь надрывчик есть. Я только их достал из коробки эти альбомы. Еще не смотрел. Сейчас. О, Эстония. А это Литва. 10 лит. 2001-й год. Это Эстония. 10 крон. 94-й год. Пятерку. Единичку. Не буду показывать в плохом состоянии. Цена на их не очень. Вот 25-й. 92-й год. Вот этот. Правда, в лучшем состоянии. Недавно была продана за... Сколько? 600, по-моему. Или 700 гривен. Это 20 евро. Эти будут подешевле. Эти будут до 5, я думаю. До 5. Долгорода 5 евро. Или это так. Чехословакия. Тоже, в принципе, ничего особенного. Вот Чехию покажу. Ух, кто ты что. Смотрите. 500 крон. 95-й год. Вот это будет стоить. Несколько десятков долларов потянет. Так. Двух соточка. 200 крон. Чехия. 98-й год. Без надрывов. Мага грустит. Перегибы есть? Нету. Ощущение, что они были мокрые какие-то. Такие волнистые. Ну, еще соточка покажу. 100 крон. 95-й год. Ну, здесь по старшинству. Чем выше номинал, тем дороже. Обычно оно так и есть. Почти всегда самый большой номинал дороже всего стоит. Или же бывает исключение, когда самый низкий номинал дороже всего стоит. Из-за того, что была низкая, низкий тираж. Так, ну, здесь злотый, польский. Ничего особенного. Состояние, вижу. Неплохое. А унцы или эксэф даже. Вот этот, наверное, где-то на солнце лежало. Это попутневшая стала. Выгорел на солнце, что ли? Без перегиба. О, смотрите, еще и вырезка есть. Здесь из лотых. Цена в унце. А, и эф. Иксэф или унц. Здесь 9,50 фунтов стерлингов. Ну, в принципе, не знаю, будет ли она. Хотя в таком состоянии, может, и будет. 10 фунтов, это около 300 юн. Да, я думаю, это ее реальная цена. Удобные эти альбомы в плане того, что здесь не цепляет лист. Хоть один, хоть два. Бери вот так, перебрасывай. И отлично. Это очень удобно. Ну, и плюс то, что крепление не по центру, а сбоку альбома. Что каждый раз, когда вы открываете и закрываете, листы туда-сюда не бегают. Ну, кто уже перепробовал разные альбомы, тот понимает, о чем я говорю. Так, еще одна красивая бона. В чехле даже доставать не буду. Туго выходит. Тысяча марок польских. 919 год. 10 фунтов. Ну, да, это очень красивое состояние. Думаю, столько стоит. Так, 50 злотых. 41-й год, серия А. Тоже отличный. Перегиба нет, по-моему. От времени пошло тело. Так, здесь у нас Румыния. В принципе, ничего особенного. 50 тысяч лей. И 5 тысяч лей. Ну, 50 чуть подороже будет. Это 500-500 лей. Это подешевле будет. Ну, думаю, меньше до 5 долларов. А это свыше 5, наверное. Так, здесь у нас... Это Грузия, да? 10 лари. 95-й год. Такое я не знаю, что стоит. Не встречал, но не думаю, что она слишком дорогая. Но красивая. Чешко-словенски. Неправильно. Это Хорватия. Такое я недавно выставлял на продажу. Правда, состояние чуть получше. Это будет Very Fine. Это была XF. Это продалось за, по-моему, 200 гривен, да? 250. Что-то около 10 долларов. Вот здесь написано 3,75 фунта. Состояние Fine. Это сколько? 100 гривен получается. Чуть больше. Ну, да. Где-то так и будет стоить. Так. Словения. В принципе, здесь ничего особенного. Доставать не буду. Дешевые номиналы. Тоже Словения. Еще и помятые. В Венгрии. 2000 флорентов. 98-й год. 5-10 долларов будет стоить. 200-ка, 500-ка подешевле. Доставать не буду. Так. Здесь у нас Югославия. В отличнейшем состоянии. 68-й год. Ладно, не буду доставать. Или показать? Ладно, покажу. Тоже скажете. Сам потом посмотрел. Она мне показала. Так, ну вот это, наверное, тот вариант, который упоминал, что самый низкий номинал, 5 динаров, наверное, дороже всего будет стоить. Потому что была инфляция, начали большие номиналы печатать. И про маленькие забыли. И вот эти вот уже, начиная, еще десятка. Наверное, уже с десятки будет. Дешевле и дешевле. В таком состоянии это около доллара. Пятерка, я думаю, 2-3, можете до 5 дойти. Вот это будет чуть-чуть по-троже. Это будет доллар, 2-3 тоже. Так, ну здесь тоже ничего особенного. Югославия. Стояние не очень. О, гривны даже пошли. Смотрите. Ну, состояние, конечно, плохое. Соточка, ничего так. Ну, соточка красивая. Перегиба нету. Или есть? Нет, нет. Здесь есть чуть. Так что это пожелтело. Ну, вот соточка будет долларов 10 стоить. Десятка в таком состоянии. Меньше 5 серии B. Ну, каких-то, может, 2 доллара будет. 500 гривен. Тысяча гривен. 1918 год. Ну, пятьсотка в таком состоянии будет меньше 10, думаю, долларов. Тысяча. Тоже где-то так. Может, чуть подороже. Здесь надрывчик есть. Ну, как обычно, этот альбом покупал как лотерея, я вам скажу. Не знаю, каждый сможет так. Так. Стокарбованца 1942 год. Окупация. Немецкая оккупация. Ровно. Здесь цена указана. Есть вкладочка. 22, видно, нет. 22,50 фунтов. 22 фунта. Ну, вряд ли она столько стоит. В XF, возможно, и стоит. Но здесь, скорее всего, very fine. Ну, десятку. Может, даже 15 будет стоить. 22, что-то я сомневаюсь. Так. И еще одна красивейшая бонус. 2000 гривен. Да, надрывчики тоже есть. Серия А. Ну, тоже где-то долларов 15-20. Царская Россия, я вижу. Ну, в принципе, здесь ничего особенного. 1, 2, 3 рубля. 25 рублей. Ну, 25-ку покажу. Ошиба. С коншином. С подписью коншином будет стоить. Дороже, чем шипово. В прошлом видео я говорил. Здесь написано в состоянии fine 5 фунта. Почти 6 фунтов. Это получается 180 гривен. Да нет, это даже коншин. Это должен быть коншин. 180 гривен в таком состоянии. И здесь не Бубякин, а, возможно, какие-то редкие есть подписи. Забыл уже. Не помню. Ну, да, даже коншин не будет стоить таких денег. В унце, унце, да, коншин бы стоил бы. Думаю, стоил, да. Вот. Ну, так же этот рубль 4 фунта, 4,5. Ну, каких 4 фунта шипово? Ну, здесь даже 2 есть. Да, не будет столько стоить. Тимашев или хотя бы Плескин, да. Ну, в таком состоянии, конечно, Тимашев Плескин будет дороже стоить, чем 4 фунта. Еще что-то красивое. Это Азербайджан, да? Да, Азербайджан. 500 рублей 1920 год. Варифайн 10 долларов. 10 фунтов. Ну, сейчас смотрим. Ну, варифайн не знает, надрючика это хотя. Ну, вот это будет до 10 фунтов. Хотя, может, чуть дешевле. Да, впервые вижу, что так все подробно расписано. Даже вырезки из газеты, это вообще бомба. Спасибо тебе, друг коллекционер. Ну, и здесь тоже показывать ничего особенно нет. Состояние хорошее. Тоже шипов, подпись. И троечка шипов. Ну, в таком состоянии здесь Аунс, XF, возможно. Пятерка Аверифа, даже Файн, надрывы есть. Ну, до 2 долларов. Доллар 2, вот так вот. Еще один шипов, Бабякин. Тоже. 25-ка чуть подороже будет, чем тройка-пятерка. Ну, тоже нет. Вот, соточка и пяти соточка. Таких уже продал. Продавал несколько шагов. Здесь как-то сбоку надо доставать. Да, давайте так сделаем. Попада. Вот эти будут стоить. Тоже подпись шипов. Коншин дороже будет. Вот здесь коншином в разы будет дороже. Допустим, если это соточка, пятисотка шиповская будет стоить. Ну, в таком состоянии примерно, думаю, 10 долларов. До 10 долларов. То с коншином 20 или даже, может, 30 долларов. Ну, и соточка чуть подешевле. 5-6 долларов будет. Так, поехали дальше. Еще один красивый экземпляр. Тоже сбоку. Тоже откроем. 500 рублей. Растал на дону 1920 год. 12 на 500. Это здесь пятисотка должна была быть. Так. А, 5 тысяч рублей. Да, 500 рублей. Здесь very fine. Здесь цены на них указаны. Так просто информация. Ну, а это будет стоить долларов 20, думаю. Стояние вообще отличное. Наверное, у нас даже. Такая не понимаю, какие-то пятна есть. Не знаю, от чего это. Так-то вообще классное. Дальше. Десятка. Тоже шипов. Та же история. Состояние более-менее. Доллар 2 максимум. В таком состоянии. И то даже 2 доллара, вряд ли, кто-то даст. И пятерка. А есть перегибы. Так-с. Тысяча рублей. 919 год. Ладно, доставать не буду. Так, покажу. Быстренько. И 250 рублей эти будут стоить. Так, здесь очень такой сильный был перегиб большой. Эти будут стоить по... Ну, тоже меньше, около 5 долларов плюс-минус. Так, 10 тысяч рублей. 919 год. Юг России. Ну, я туда достану. Ладно, покажу. Здесь у нас пишет, что пишет. В состоянии XF-Unds около 4,5 фунтов. Ну, да, это более-менее реальная цена. Я даже бы сказал выше. В таком состоянии она будет стоить даже до 10 долларов. Это 8 долларов. Червонец. Червонец. Very fine. 5,5 фунтов. Пишет. 5,5 фунтов. Ну, да, но здесь, я думаю, далеко не very fine. Слишком какие-то надрывочек здесь есть. Ну, хотя, может быть, да. 5,5 будет стоить. Здесь ничего особенного. Вот этот рубль тратит, что покажу. 47-й год. 1 рубль. Ну, этот рублик будет стоить. Долларов 10. Дальше, ну, здесь ничего особенного. Булгария, СССР. Так. Еще 50 тысяч покажу. 95-й год. Тоже красивый экземплярчик. Тоже около 10 долларов. Хотя здесь порисован, не знаю. Может и меньше будет. 95-й. Так. Ну, здесь ничего особенного показывать не буду. Идем дальше. О, острова. Даже подписано. Острова. Мальдивы. Мальдивы, по-моему, недорого стоит. До 5 долларов. Ух, вижу, сколько интересного там. Мое. Вот это прикупил. Уже страшно подумать, что там во втором и в третьем альбоме будет. Красота. Бога. Смотрите. 3 доллара. Унц. Честно говоря, даже не знаю, что стоит. Еще не попадалось. Не приходилось видеть. Вот если бы попалось, то в интернете поискали информацию. Вот сейчас уже поищу информацию. Вот так вот даже не знаю. Я думаю, цена будет стартовать от 5-10 долларов за штучку. Бога мы. Ну, судя по портрету королевы, это постарше денег, это поновее. Здесь еще вообще молоденькая. 60-е, 50-е года даже может быть. Дальше. Барбадос. 2 доллара. Трезубец. Ну, Барбадос, думаю, чуть подешевле будет. Может, до 5 долларов. Барбадос. Бермуды. 1986 год. Без перегиба. Или есть перегиб? В общем, бомба. Не видал, так и есть. Есть перегибчик. Тоже не берусь оценивать. Думаю, тоже от 10 долларов и выше. Потом посмотрим. Так, с Тринитат и Тобаго. Так, вот это, по-моему, 73. Третий год. Потому что есть еще 2006 год и выше. 2013. И так же десятка. Они будут подешевле. Там и защита чуть другая. Визуально они как бы похожи, но даже серия, по-моему, так идет. Горизонтально. А, вертикально вернее. А эти постарше. Это 73 или 63, я уже не помню. Это будет, это тоже около 5 долларов. Ну, и десятка, по-моему, чуть подороже будет. Даже в таком состоянии. Да, пока что я покупкой доволен. Посмотрим, что там дальше будет. Так, ну, Ямайка. В принципе, ладно, покажу. Ничего особенного. По-моему, если я не ошибаюсь, это 2-3 доллара, может 5, там, в зависимости от состояния. Ну, это, это чуть получше видно. 20 долларов в 95-й год. И 50 долларов в 95-й год. Похоже. Филиппины. 10. Песо. 2001 год. Вот, это покажу. Карибы. Карибы. 10 долларов. И 1 доллар. Это, по-моему, 53-й год. 1 доллар. Это редкий экземпляр. Когда-то у меня такой был уже один. Правда, он был в хуже состоянии. Еще и порисован был. Вот этот очень красивый. Гайти. Это тоже редкий экземпляр. Но чуть реже встречается, чем другие. И очень много есть в интернете. Они визуально похожи. Только этот человек смотрит в другую сторону. Ну и, соответственно, по-моему, на 10 лет моложе банкнота. Те, что полно есть и дешевле. Раз 5. Вот это, думаю, около 5 долларов. Плюс-минус. Канада. Так, на единичку доставать не буду. Ладно, уже досталось. Достану. Канада. Тоже до 5 долларов будет. Вот этот 5 долларов Канада. 72-й год. Вот этот чуть подороже будет. Но не сильно. Состояние плохое. Еще Канада. По-новее и покрасивее. 2 доллара. Тоже до 5 долларов будет. 5 долларов 86-го. Вот это хорошо сохранилось. Но это уже десятку потянет. Даже больше. Больше 10. А это 10 долларов. Ну, 15 может быть, будет долларов стоить. Плюс-минус. Гонконг. Так, некоторые уже продавал. Правда, по ценам уже точно не помню. 100 долларов Гонконг. 85-й год. Эх, это все в пятнах. Чаем залито. И двадцатка. Двадцатка, думаю, меньше 5 будет. А десятка около 10. Плюс-минус. Так, ну, эти цены не буду показывать. Так, ну и десятка. 10 долларов. До пяти будет стоить. Два-три доллара. Здесь из-за роста 2002-й год. Дальше. Малая. 5-10 центов. Малайзия. Под Великобританией. Сорок первый год. Ну, тоже меньше 5 долларов в таком состоянии. Окупация Японии и Гонконга. 100 йен. Какой-то год не пишет. Состояние Very Fine и лучше от 5 фунтов стерлингов. Ну, возможно. Не знаю. Японских таких старых у меня не было. В основном несколько современных было. Ну, то, что это японские, это видно под этому значку. Потому, что это эмблеме. А еще один красивый экземплярчик. 1 доллар. 1953 год. Британская. Борнео и Малая. Вот такой вот красивый экземпляр. Тоже долларов 10 потянет. Хотя вот эти пятна меня смущают. Так, а это что за чудеса? 7,5 фунтов. Виктория. Такого еще не видел. Какой-то год, кто знает. 1877-й. По 1901-й. Ничего себе. Одна рупия. 8 индийских анна. Индия. Е-мое. Что это такое? Это что-то ценное? Надрыва, правда, куча. Куча надрывов. Да. Даже не знал, что такие деньги есть. Иските, актографы. Правильно, держу или неправильно? Да не, наоборот, наверное. Друзья, напишите, кто знает, что это такое. Я даже не знаю, где его искать. И почему ориентируется? Ну, Индия, одно рупия. Ну, хорошо. Стоимость? Вообще не знаю. Ладно, ну, надо будет искать. Так, в стороночку. Какой-то лист такой странный. Тут разрезан, тут. Класс. Так, что там еще что-то есть? Ох, ничего себе. Ё-моё, смотрите, что здесь есть. И даже вообще, капец. Вот это экземплярчики. Давайте самого красивого. Ух, их тут два. Ух, вот это джекпот. Это просто капец. Индия, 10 рупий. Офигеть. Сколько что оно стоит? 20-30 долларов. 10 фунтов и 7 фунтов. Да, по-моему, больше. Я у нас таких вообще не встречал на аукционах. Здесь так ровно лежит, будто бы без перегиба. Вон себя посмотреть, видно полосы. Красота. Показать еще поменьше эти номиналы. Индия, 5 рупий. Это примерно года какие-то 40-е. Я так себе думаю. А, вот, 43-й пишет. 6 фунтов. Так, и двоечка. Еще есть 7 фунтов. Только дороже. Хотя сохран, я бы не сказал, что лучше. Чего же дороже? Странно. Одна рупия. Три фунта. На самом деле они дороже будут. Вот, по-моему, одна рупия у меня была. Даже с дырами. Это вообще XF, я бы сказал. То я ту продал, по-моему, 5 долларов. Или даже больше, что-то такого. А здесь вообще идеально. Но это явно не 3 фунта. Хотя, может, их в Британии полно есть. Они там дешевле стоят. Так, вот это уже Джордж V. Походу, отец Джорджа VI. Это он был по 36-й год. Да, если не ошибаюсь? Оно 35-й, да. 35-й год. Оторвали, что здесь все. Какой-то купон был. Или что? Тоже 4,5 фунта. Ну, вряд ли. Думаю, дороже будет строй. Так, здесь у нас уже Ширландия. В принципе, ничего особенного. До 5 долларов. 4, даже 3, может. Вот это вот юбилейная. Видно, да, разница? Здесь ничего нет. Здесь надпись такая. А, это Джерси, вот это Шотландия. Это тоже Джерси. Что-то я перепутал. Шотландия. Ну, в общем, как-то так. До 5 долларов. Ну, вот, сможете билейать чуть дороже будет, что на Шареша встречается. И острова Кука. Тоже с вырезкой. Вон, в самом состоянии. По-моему. Одну я когда-то такую продал. Там была серия 3А. 6 фунтов. Ну, где-то так, возможно. Новая Зеландия. 3 штучки. Ну, 1-2 доллара. Будет подешевле. Около 5 долларов. Только чуть дороже будет. И пластик. 5 долларов. Это уже по-современнее будет. Наверное, 98-й какой-то год. Ну, это до 10 долларов будет. Меньше даже. 6-8. Состояние вроде умцевое. Нет, перегиб. Кипр. Круто. 250 милл с 1955 год. Тоже таких не видал. Замечательно. Красота. Австралия 5 долларов. В принципе, ничего особенного. Тоже пластики. Погнут. Ну, чуть дороже 5 долларов будет стоить. Остров Ситой Лены. Круто. Вон, в самом состоянии. Вот это 4,5 фунта. У меня чуть больше будет. Думаю, десяточку потянет. У меня когда-то такая была. Только чуть в хуже состоянии. Это вообще в хуже. Верифайм, по-моему. Это вообще шикарно. Просто загляденье. Пасификальный Айвенц. Острова Тихого океана. Мавритий. 50 рупий. Класс. Такой тоже не видал. Что это за курица здесь? Кто не знает? А есть. Изгибы есть. Красивые. Да, есть. Фалклендские острова. Вот это да. Таких я в интернете видал много. Но мне они не попадались. Здесь уходили 50 пенсов 1969 год. Какие-то треугольники. Водяные знаки. Класс. Надрывов, по-моему, нету. Нет. Без надрыва. Перегибы есть. Very fine. Но это тоже не дешевое. Несколько десятков. Здесь 6,50 пишет. Но не знаю. Думаю, дороже будет. Сейшелы остались. Класс. Ладно, покажу вот несколько штук. Или уже все покажу. Что уж там. Шикарные банкмоты. Сейшелы тоже. Я уже не помню цену. Это, наверное, район 50 долларов за штуку. В зависимости от состояния. Так. Ну, что-то время затянулось. Я уже смотрю. Говорил, по-быстрому покажу. Не получилось по-быстрому. Следующий 2 альбома будет в следующих сериях. Ставьте лайки. Делитесь с друзьями. Комментариями. Подписывайтесь на канал. Впереди еще много интересного. Сейшелы. 100 рублей. Это, думаю, больше 10 долларов стоит. Как-то так. Спасибо за внимание. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok